Музыка Здравствуйте, меня зовут Нина Данцева, я ведущая передачи «Наши детки» на телеканале Дон-24. И сегодня я расскажу вам обычную историю о юных музыкантах из коллектива «Вилли Гош», которые любят народную музыку и заражают этой любовью окружающих, собирая аншлаги на школьных выступлениях, городских концертах и конкурсах. Репетиции в ансамбле начинаются с перевоплощения современных школьников в красных девиц и добрых молодцев. Костюмы для музыкантов сшили рукодельницы Центра дошкольного образования «Досуг», откуда приходят и преподаватели. Супруги Моргуновы не просто учат детей играть на музыкальных инструментах, а еще ненавязчиво рассказывают о музыкальных жанрах, русских традициях, истории костюма. Сегодня педагоги в своей работе все реже опираются на национальное искусство и музыкальный фольклор. В 13-м лицее Ростова повышенный интерес к народному творчеству. Оно несет в себе нравственность, эстетику, элементы народной мудрости. Школа сотрудничает с педагогами «Досуга», которые регулярно приходят в школу и проводят занятия для учеников. Первый год музыканты разучивали приемы, стараясь не выпадать из ритма. А когда начались первые выступления, школьники поняли, что для того, чтобы зажечь зрителей, не обязательно исполнять современные хиты. Есть у нас лихая песня, ноги сами в пляс идут. Ах, весенние мои, сини, эту песню так зовут! Ах, весенние мои, сини, сини новые мои, сини новые, при новом решении в жизни нет. Мы выступали в конкурсе «Звездный дождь». Было очень много участников, было трудно, надо было хорошо сыграть, без ошибок. Мы получили кубок первой степени. Я играю на «Ложках» и на «Рубеле». Рубель – это раньше был старинный тюрьм. Им проводили, держали вот тут и проводили одежды. Я играю на «Ложках», еще у меня в руках бубен, и я на нем играю. Также я не только на «Ложке» хожу, но и на «Фортепиано». Мы выступали в «Досуге» на 8 марта, 23 февраля, на «Масленице». Также мы выступали в 17-й школе на «Учителя года». Я занимаюсь уже три года, и мне всегда нравилось, мне постоянно, ну, где-нибудь, даже когда на каблуках кто-то ходит, мне казалось, что это какой-то ритм все равно. Мне, ну, как бы, когда в первый раз нам показали, как играть, мне понравились какие приемы, ритм, сам понравился инструменты. Я с детства хотела, это была моя мечта с раннего детства, и я каждый год вот смотрела, как многие играют по телевизору. Это инструмент металлофон, а есть еще деревянный, это называется ксилофон, а это сделано из металла, вот почему его назвали металлофон. Конечно, я с первого раза не смогла прям все сыграть, мне немножко подсказывал Александр Николаевич, мой учитель. Ну, я беру металлофон, сажусь на стул и, ну, играю. Это трещотки, ими раньше брали, чистили, а играть на нем довольно легко научиться, нужно просто стараться поймать ритм и играть вовремя. Мама всегда говорила, что у меня никогда не будет получаться ритм, и я вот решил пойти на ложки. Мама просто поразилась, когда я научился отбывать ритм. У меня тоже как трещотки, как и у Миши. Я очень люблю узнавать что-то новое, и когда нам предложили пойти в ансамбль, я подумала, может мне понравится, может это будет интересно. Я решила пойти, мне и правда уже нравится, я уже занимаюсь целых три года. Велигош не останавливается на народной музыке. В репертуаре ансамбля, аранжировки известных композиций, военные марши, а к такой музыке новые костюмы и совсем иной настрой. По моей команде спокойно. Три, четыре. Немножко быстро, это для народной песни, для народной. Мы играем марш. Александр Николаевич Моргунов руководит ансамблем Велигош 24 года. И интерес к русской народной музыке наблюдает в динамике. После упаднических 90-х приходит новая волна популярности. В нашем ансамбле самое главное – это ритм. У нас ансамбль такой ритмический. У него нет звуковысотности. Если мы на фортепиано возьмем или скрипку, там обязательно звуки по высоте отличаются. У нас такого нет. У нас звуков не отличается. Но ритмически ему очень сложно играть. И если играть всем вместе, то кто-то один ошибется, уже сразу видно. В этом очень большая сложность. И поэтому, если раньше… Я по своему опыту чувствую, что ритм немножко стал как-то… Ну, немножечко. Если мы раньше брали из 20 человек 20, ритм был хороший. То сейчас из человека 2-3 ритм немножко хромает. Говорят, он не развивается, ритм. Но мы так поняли, что ритм все-таки развивается. Но не так, как у кого-то хорошо. У меня был раньше 9 класс. Хочу вам рассказать. Они настолько вжились в этот ритмический рисунок, что они просто в паузах между собой даже немножечко разговаривают. Потом вовремя у них часы срабатывают. Они берут трещотки, кидают вверх, ловят и начинают играть. Педагог со стажем понимает, дети не могут сосредоточиться надолго, зато очень восприимчивы к окружающему миру и всему новому. Чтобы заставить подрастающее поколение снова и снова с горящими глазами спешить на репетиции, педагоги подбирают новые песни, стараясь заинтересовать не пасет, а не приструнить. Репертуар нашего ансамбля довольно-таки обширный. Вот, например, мы играем казаки в Берлине, потому что мы все-таки живем в казачьем краю, и мы не можем обойти это вот. Казаки в Берлине обязательно. В этом году мы взяли такое произведение музыкальное, как музыка-сконофильм «Неуловимые мстители». В этом году, во-первых, 50 лет этому фильму и 100 лет отечественной великой революции. Октябрьская революция, гражданская война, и вот эта музыка как раз вовремя подходит. И здесь еще что хорошо, наши инструменты, ложки, они имитируют хорошо лошадь, скачки, лошадей. А там погоня как раз, и вот это их прямо вдоражит. Подобного рода занятия стимулируют все виды восприятия. То есть и слуховое, и зрительное, и чувственное, и все виды памяти. Зрительное, и слуховое, и ассоциативное. То есть польза именно для когнитивного развития ребенка очень большая. Народные подразделяются еще также, да, и на струнные, на духовые. В струнных больше будет стимуляция мелкой моторики, и в духовых больше будет стимуляция диафрагмального дыхания. Но так или иначе, это несомненная польза для здоровья и психического развития. Кроме этого, поскольку чаще всего эта работа в коллективе, несомненно, стимулируются очень хорошо коммуникативные навыки. То есть укрепляется уверенность в собственных силах, повышается стрессовая устойчивость ребенка. И самое главное, ребенок учится передавать свои эмоции не только вербально, с помощью речи, но и с помощью движения, с помощью ритма. Способность передать слушателю настроение композиции, несомненно, позволит ему впоследствии в общении с любым человеком чувствовать интонацию, задавать правильный тон беседе. Подведем итог. Каждый человек должен быть знаком с традициями и культурой страны, где живет. В дошкольном возрасте и в начальной школе формируются чувства мышления, ребенок осознает себя в окружающем мире. Это время самое благоприятное, чтобы сформировать у малыша чувство прекрасного, его культурный стержень. Игра на народных музыкальных инструментах и занятия народными танцами благоприятно сказываются на психоэмоциональном развитии ребенка. Это подходит застенчивым малышам, помогая расслабиться и раскрыться в коллективе, не привлекая все внимание на себя. А непоседы выплескивают на таких занятиях всю свою безудержную энергию. Ну и, конечно, занятия в коллективе развивают коммуникативные навыки ребенка. Иногда кажется, что проще остановить коня на скаку, чем угомонить собственного ребенка и усадить за уроки. Неспособность сконцентрироваться – непроявление плохого характера и стремление насолить родителям. Это связано с нарушением работы некоторых структур головного мозга, регулирующих движение и внимание. Происходят сбои в работе клеток, обеспечивающих торможение – процесс противоположный возбуждению нервной системы. Помочь организовать таких детей помогут все те же занятия в ансамбле народного творчества, считают специалисты. Для реабилитации и профилактики таких состояний, чтобы не возникало таких жалоб со стороны родителей, учителей к таким деткам, можно прибегать к различным методам. Это и медикаментозная терапия, это и традиционные методы реабилитации, физио, массаж, иглорефлексотерапия. Сейчас много новых методов, транскраниальная микрополяризация, гостерапия – то, чем, в общем-то, владеют медицинские центры. Но очень часто мы рекомендуем заниматься физической культурой, творчеством и особенно народным творчеством, потому что это очень близко к каждому человеку, любой национальности, любого народа, потому что мы с этим сталкиваемся с самого рождения, с самых первых дней жизни. Мама напевает частушки, какие-то потешки. Еще великие ученые, наши великие ученые в прошлом столетии, Сечину, Бехтере, указывали огромное влияние народного творчества на развитие и созревание высших психических функций, о которых я уже говорила, память, внимание, сосредоточенность, мышление, восприятие, речь, ну и многие другие. Детская «Не хочу, не буду» способна довести любого взрослого до белого коленя. Педагоги знают, зачастую малыши вредничают просто по инерции. Побороть сопротивление можно хитростью. Сделайте из малыша компаньона. Старайтесь по возможности привлекать его к тому, что сами делаете с удовольствием. Что бы вы ни делали вместе с ребенком, это формирует хорошие доверительные отношения и приучает малыша сотрудничать. Иногда искушение оставить отпрыска бабушки и спокойно самим отправиться на праздник или на соревнования, например, очень велико. Но если набраться терпения и привлекать малыша к спортивным мероприятиям, как сделали родители в Новочеркасске на празднике, посвященном Дню Победы, капризы постепенно сойдут на нет. Я осталась в страну, раз за лыжное небо головой. В рубрике «Книга на ночь» мы приглашали вас рассказывать о книгах, которые любите вы и ваш ребенок. Приглашение приняла Полина Аганезова, и сегодня она познакомит нас с книгой, которую с удовольствием читают ее сверстники. Здравствуйте! Меня зовут Полина, и я расскажу вам об интересных книгах. Разбавим программу о малышах чем-то более взрослым. Сейчас подростки в основном смотрят аниме, сериалы и играют в компьютерные игры. Но я расскажу вам о книгах, после которых сериалы и гаджеты останутся нетронутыми. «Часаде» — это книга писательницы Натальи Щербы. Книга в жанре фантастика покорила сердца любителей пофантазировать. В книге можно найти и романтику, и приключения, и экшен. А когда читаешь книгу, то действительно волнуешься за персонажей, радуешься, грустишь. Но нельзя сказать, что в «Часаде» все всегда прекрасно. Есть и моменты, после которых действительно хочется плакать. Самое интересное, что магия в книге преподнесена как управление временем. Фанаты это называют «Часадейство». «Часадеи» — это серия книг. Всего их шесть. И каждая часть по-своему интересна. У книги есть четыре дополнения. Раскраски под названием «Часолист Феша Драгоцца» и «Часолист Василисы Огневой». Также есть просто «Часолист», который представляет собой записную книжку. И, наконец, «Часадейная книга» — секретные записи Родиона Хардиуса. В этом дополнении описываются истории главных героев книги. Книга «Часадеи» рассказывает о жизни магов с другой планеты и Флары. Но Огнев, отец Василисы, главной героини, является одним из них. Василиса унаследовала дар отца. И с ней стали происходить странные вещи. Она попадает на Эфлару и находит себе новых друзей. Рыжая попадает в всякие переделки. У нее там друзья. Она ходит на гимнастику. У нее друг Лешка. Опекунша помогает ей с задачками по математике. Потом будет... Елена Мартинова — это главная злодейка. Она хочет убить Василису. Потому что у нее высшая степень «Часадейства». Она, знаете, такая... А что было дальше, вы узнаете в самой книге. С вами была Полина. До встречи! Программа «Наши детки» прощается с вами до следующей недели. Встречаемся каждую среду в 20.30 на телеканале «Дон-24». Благодарим детский клуб развлечений «Балу» за помощь в организации и проведении съемок программы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова